17 августа 1771 года было обнаружено, что растения выделяют кислород. Открытие в ходе эксперимента с мышами сделал британский священник Джозеф Присли. Он помещал грызунов под колпак, где без свежего воздуха те умирали, но когда Присли положил под головной убор зеленые ветки, мыши выжили. Эксперимент вошел во множество учебников о естествознании. Кроме того, он лежит у истоков учения о фотосинтезе. В этот день в 1903 году была учреждена Пуллицеровская премия, одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее идея принадлежит американскому издателю Джозефу Пуллицеру, который завещал использовать часть своего состояния на финансирование премии. Ежегодно она вручается в 21 номинации. Лауреаты получают золотую медаль и денежное вознаграждение – 15 тысяч долларов. Обладателями премии в разное время были писатели Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Маргарет Митчелл, 35-й президент США Джон Кеннеди. 54 года назад на Львовщине родился лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко, более известный под творческим псевдонимом «Кузьма». В детстве он учился в музыкальной школе, но по желанию родителей поступил во Львовский медицинский институт. Врачом Кузьма так и не стал, а в 1989 году вместе с ями организовал группу «Скрябин» – один из первых примеров качественной украинской музыки. В ее дискографии более 20 студийных альбомов и около 70 клипов. Помимо творчества Андрей Кузьменко активно поддерживал наших военнослужащих. Несколько своих песен группа посвятила вооруженному конфликту на Донбассе. В феврале 2015 года музыкант погиб в автокатастрофе на Днепропетровщине. В Киеве на площади звезд есть и звезда имени Кузьмы Скрябина. А каким будет 17 августа 2022 года зависит от каждого из нас. Когда-то легендарный книжный магазин «Ся его книги» был одним из центров литературной жизни столицы. В стенах этого магазина с читателями встречались знаменитые писатели и поэты второй половины 20 века. Кроме того, в культовом магазине всегда можно было купить дефицитную книгу, но в основном это были русскоязычные издания. Так продолжалось до февраля 2022 года, когда с полок магазина убрали все книги на русском языке и заменили их на украинские. Более того, сотрудники магазина призвали всех желающих приносить из книги на русском языке, которые отправят на переработку. А на вырученные деньги приобретут оборудование для украинских военных. Початком повномасштабного вторгнення ми, звісно, не працювали. Ми відновили свою роботу в кінці травня, з 24 травня. Ми повернулися вже сюди і відкрили магазин. І так, майже одразу ми вирішили, що ми спробуємо, ризикнемо започаткувати таку ініціативу, як збір російськомовної літератури на переробку і спрямувати ці кошти на допомогу Збройним силам України. На призыв откликнулось много українців. Книги привозят машинами і пересилають по почте. В основном сдають детективы, бульварные романы, устаревшую научно-популярную літературу, советские издания і русскую класику. Пушкина, Толстого, Тургенева і Достоєвского. Ми тільки почали це робити, тобто десь півтора тижня, як ми запустили взагалі цю ініціативу. А зараз ми приємно здивовані взагалі кількістю людей і кількістю книг, які нам привозять. Тобто ми не очікували, що буде такий ажіотаж насправді. І ми вже зараз потроху будемо їх передавати на переробку, тому що їх просто немає вже де зберігати. Ініціативу руководства радостно підтримували всі сотрудники магазина. Лідія, одна із первих, принесла книги на русском языке, щоб внести свій вклад в победу над российскими окупантами. Моя в'язаночка. Це старі книжечки, які мені взагалі не потрібні, але знаєте, я книжечки дуже люблю, і це багато хто так. І викинути їх просто рука не піднімається. Тобі їх шкоди, навіть якщо ти книжку цю читав, чи вже перечитав сто разів, і ти її вже ніколи не будеш читати. Але коли люди розуміють, що це піде на ЗСУ, на наших воїнів, на допомогу їм, їм не шкода. С началом российської агресії для многих українців говорити чи читати на русском языке стало неприємливим. Тепер книги, которым нет більше міста в домашній бібліотекі, після переработки послужат Україні, принося пользу нашим воїнам. У нас є акція. Коли людина здала книжечку, вона отримала дисконт на 10% на будь-яку книжечку в нашій книгарні. І люди ходять через полиць, довго обирають, і потім привозять ось такі стелси книжок, які вони бажають придбати. Кроме того, в книжному магазині возникла ще одна ініціатива – «Свяжу тебе мир» в сотрудничестві з організацією «Петельки». С тех пор, як началась війна, українські мастериці во время воздушної тревоги в укрытиях в'яжуть сіні-желті сердечки. Эти милі віщиці пользуються большой популярністю середі покупателі книжного магазина. Майстрині з усієї України дівчатка їх в'яжуть, їх самі продають. Там від ста і більше гривень хто скільки донатить. І всі ці кошти вони передають на допомогу також Збройним силам України. Зараз вони збирають на дрона. В муніципальному магазині «Сяєво книги» ждуть своєго читателя більше 17 тисяч книг на українському язіке. Здесь представлены разные жанры на любой вкус, от современной української литературы до мирових бестселлеров. Спрос на українську книгу растет, говорят в книжному магазині. І це радує. Присоединиться к важній ініціативі ще не поздно. Збор роскоязічних книг продліться до 31 августа 2022 року. НЕУЖЕЛИ КТО-ТО В ПАРИЖЕ И БЕРЛИНЕ ВСЕРЬЁ ЗВЕРЁ 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 В ТО, ЧТО МОСКВА ОТКАЖЕТСЯ ОТ КИЕВА? Это цитата из российской пропагандистской статьи, которую случайно опубликовали 26 февраля 2022 года, с явным расчетом на то, что российская армия к тому времени уже пройдет победным парадом по украинской столице. Почему для Кремля так важен этот город? Отвечаем пятью основными фактами из истории Киева. В 2022 году украинской столице исполнилось 1540 лет. Летописи гласят, что именно в 482 году три князя из славянского племени Полян, Ки, Щек и Хари вместе с сестрой Лыбедь основали город на нынешней Замковой горе. Однако эта холмистая местность около полноводного Днепра привлекала разные народы и намного раньше. В 1893 году украинский археолог Викентий Хвойко обнаружил так называемую Кирилловскую стоянку с костями мамонтов и различными орудиями труда каменного века. Возраст этих предметов как минимум 25 тысяч лет. Кроме того, на территории Киева находили также артефакты трипольской культуры 4-3 тысячелетия до нашей эры и древнеримские монеты 1 века нашей эры. Все это делает Киев намного древнее, чем любые поселения на территории России. В 9 веке Киев стал столицей Киевской Руси, мощнейшего средневекового государства на украинских землях. В то время как Париж и Лондон были лишь деревушками, здесь уже возвышалась каменная десятинная церковь и процветала международная торговля. Престол Киевского князя был чем-то вроде Железного трона из сериала «Игра престолов», так что на него посягали самые амбициозные главы других городов. В середине 12 века таким претендентом стал правитель Владимира Суздальского княжества Юрий Долгорукий. В России его считают основателем Москвы. Шестому сыну Владимира Мономаха удалось дважды взять Киев штурмом, однако удержать под своей властью он его не смог. Киевляне настолько невзлюбили пришлого князя, что на банкете по случаю второго взятия города попросту отравили Долгорукого. Уже в новое время Киев стал самым важным центром просвещения в регионе. Ведь в 1632 году митрополит Петро Могила основал здесь Киево-Могилянскую коллегию. Это было самое первое высшее учебное заведение на украинских землях, и оно более чем на 100 лет старше Московского университета, которым гордится Россия. В Киево-Могилянской коллегии преподавали и учились лучшие умы того времени. Но обернуть это на пользу самой Украине не удалось. Попытки гетманов войска Запорожского, Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепы создать независимую державу с одним из центров в Киеве закончились военным поражением от российского царя Петра I. Однако, когда тот в 1724 году основал Российскую академию наук, практически все ключевые посты в ней заняли выходцы из Киево-Могилянской коллегии. По сути, Киев сформировал науку молодой Российской империи, но та платила ему неблагодарностью. Получив полный контроль над Киевом в 18 веке, Россия почти полностью лишила его автономии. До этого в городе процветало местное самоуправление, согласно средневековому магдебургскому праву. Однако российские императоры боялись отдавать власть в руки только что покоренного населения. В итоге при императрице Екатерине II правителей Киева заменили на назначаемых из Петербурга, а сам город попытались сделать самым обычным провинциальным центром. Сюда переселяли неугодных властям из разных уголков Российской империи. Согласно антисемитским законам о черте оседлости, Киев был одним из нескольких крупных городов, где могли селиться евреи. По иронии судьбы, все эти меры, напротив, обогатили Киев и экономически, и культурно. Так что до последних дней Российской империи он оставался, по сути, третьим ее городом после Петербурга и Москвы. В новейшей истории Киев стал главной точкой сборки украинской независимости. В 1917-м ведущие политики и культурные деятели города провозгласили Украинскую Народную Республику. И хотя в последующие годы ее разгромили и захватили большевики, на протяжении всего 20 века Киев оставался центром культурного сопротивления российским захватчикам. Чего только стоит диссидентское движение шестидесятников. Протесты киевской молодежи стали катализатором и украинской независимости 1991-го. В 2014-м студенты и другие активисты на Майдане независимости отстояли европейский курс страны. И после всех этих исторических испытаний непокоренный в 2022 году Киев выглядит скалой, о которую во все времена разбивались захватнические амбиции Российской империи. КОНЕЦ